Всем привет! Сегодня у нас под нашим пристальным вниманием фильм «Конвой» 1978 года режиссера Сэма Пекинпа, который оказал творческое влияние на таких мастеров, как Мартин Скорцезе, Джон Ву и Квентин Тарантино. По сути, фильм «Конвой», как бы это ни звучало странно, был снят по мотивам кантри-песни исполнителя Си Дабл Ю Маккола «Конвой». Песня была группе водителей грузовиков, которые образовали непобедимую колонну и сорвали попытки властей остановить их. В песне было полно жаргона дальнобойщиков, которые они использовали при общении друг с другом по рации. В кинокомпании United Artists купила права на песню и на него молодого сценариста Билла Нортона, который взялся за адаптацию и написание сценария. Согласно первоначальному сценарию Нортона, это была беззаботная комедия, действие которой напоминало фильм «Смоки и бандит». Нортон принес свою работу на студию EMI. Кинокартину предложили поставить режиссеру Сэму Пекинпа. Он как раз заканчивал продакшен своей кинокартины «Железный крест». Пекинпа согласился при условии, что будет иметь на съемках полную творческую свободу. Студия дала зеленый свет. Вот тут и начались проблемы. Пекинпа так перекроил сценарий, что превратил безобидную комедию в борьбу дальнобойщиков против несправедливых законов. Плюс добавил немного политической деспотичной сатиры. Ко всему этому Сэм обратился к исполнителям своих ролей, чтобы те сами написали свои диалоги. Позднее второй режиссер картины Джеймс Кобурн так охарактеризовал съемочный процесс. Никто, бля, не понимал, что вообще происходит. Малоизвестный факт всплыл уже в 2000-х годах. В аудиокомментариях к документалке «42-я стрит навсегда» утверждалось, что изначально режиссерское кресло предлагали Джину Хэкману, но он отказался. У актера Берта Рейнольдса была возможность поучаствовать в съемках, но он снимался на картине «Смокий бандит», а актер Стив Маккуин изначально должен был играть главного дальнобойщика. Позже студия отказалась от этой идеи. Главную роль в картине исполнил Крис Кристоферсон. Американский кантри-певец, композитор и, разумеется, актер. В образ водителя-грузовика с позывным «резиновый утенок» он привнес действительно настоящий образ мужественности и лидера, который сумел вести за собой весьма непростую братью водителей-дальнобойщиков. По причине того, что Крис Кристоферсон являлся кантри-исполнителем, съемки пришлось прервать на несколько месяцев, так как у него начался гастрольный тур. В кинокартине за колонной грузовиков следовала клымага-проповедника с сектантами. Вот как раз роли религиозных фанатов исполнили музыканты группы Криса Кристоферсона. Также одну из главных ролей исполнил Бёрд Янг, водитель грузовика, перевозящего свиней. К тому времени Бёрд уже был известен благодаря фильму «Рокки», где исполнил роль веселого прилипавы Полли. Кстати, имя его героя из «Рокки» красуется на двери его грузовика. Внимательный зритель заметит, что утка на капоте грузовика резинового утенка была задействована в фильме Квентина Тарантино «Доказательство смерти». В благодарность Квентин Тарантино указал имя ее создателя в титрах к своему фильму. Второй режиссер картины Джеймс Кобурн вспоминает, Сэм Пекинпа позвонил ему и пригласил быть на площадке вторым режиссером, чтобы Джеймс получил карточку гильдии режиссеров. И стоит отметить, что во время алкогольных и кокаиновых загулов основного режиссера Джеймс Кобурн снял действительно очень много качественного материала. От снятой пленки оказалось так много, что первоначальный хронометраж картины составил около трех с половиной часов. В последствии сотрудники студии отредактировали кинокартину до 1 часа 50 минут. В день, когда по графику должны быть закончены съемки, но до фактического окончания было еще очень далеко, у режиссера Сэма Пекинпа случился нервный срыв, подпитанный наркотической зависимостью. На глазах у съемочной группы и трех тысяч статистов он закрылся в своем трейлере. Также он начал стрелять из огнестрельного оружия под членом съемочной группы. С этого момента Джеймс Кобурн окончательно взял режиссерские полномочия на себя. Вообще, студия EMI намучилась с Сэмом Пекинпой, так как тот отстал от графика съемок на два месяца и превысил бюджет на 3 миллиона долларов. В итоге студия отстранила Сэма от финального монтажа его же картины. Несмотря на то, что фильм стал кассовым хитом, после таких выкрутасов Сэма Пекинпы страховщики отказывались иметь с ним дело. И следующий фильм Сэм смог срежиссировать лишь через 5 лет. При просмотре кинокартины заметно, что по сценарию чиркали ручкой очень часто. Действие из комедии быстро перетекает в боевик, а затем также быстро в драму. Просмотр сравним с катанием на старых американских горках под музыку кантри. И все же фильм классный. Кинокартина «Конвой» стала просто невероятным хитом в СССР, так как в картине была показана борьба рабочего класса против коррумпированных чиновников. Его также можно смотреть в советском дубляже. В то время мастерство дубляжа было на невероятной высоте, и поэтому голоса актеров были очень правдоподобны в той или иной ситуации. Однозначно понравилась роль Армена Джигарханяна. Он дублирует не менее легендарного Эрнеста Боргнайна, чей персонаж Шериф к концу фильма оказывается одержимым идеей во что бы то ни стало остановить колонну дальнобойщиков и уничтожить их лидера. Вообще Шериф Лайл по фильму весьма мерзкий тип, который сам спровоцировал превышение скорости дальнобойщиками, и сам же стал вымогать с них деньги. Вот тут-то терпение королей дороги и лопнуло. Но проблемы покатились как снежный ком. Героям пришлось приложить немалые усилия, чтобы остаться живыми, а главное с достоинством выйти из этой ситуации. Всем любителям вольной жизни, грузовиков и музыки кантри рекомендую к просмотру это кино. Кинокартина не претендует на какую-то высокую художественную ценность, однако вместе с тем это один из лучших фильмов о дальнобойщиках и прекрасный представитель Роат Муви. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. Всем удачи!